Представляю вашему вниманию колоду 4 королевства. 4 воюющих между собой масти. Драконы Пики, Волки Крести, Лисы Черви и Коты Буби. Каждая масть уникальна и у каждой есть свои сильные стороны. Черви и Буби интриганты и торговцы, Крести и Пики более воинственные и жестокие. Все разработано с нуля, начиная от размера карты, заканчивая шрифтом и дизайном персонажей. Карты выполнены из плотного картона с матовой ламинацией. Размер карты 7 на 10 сантиметров. Есть разные варианты на выбор. Можно выбрать количество карт в колоде. 36 для любимой игры в Дурачка и 54, которые подойдут даже для покера. Эта тематическая колода станет отличным подарком. Колода подходит и для полноценной игры, и будет отлично смотреться в коллекции. Я работала над колодой очень долго и вложила в нее свою душу. На карты уже есть отзывы. Я прислушиваюсь к каждому и стараюсь улучшать качество своего проекта. Успейте приобрести уникальную фури колоду. А заказчикам пришедших из этого видео бонус. Скидка 20% на колоду по промокоду 4королевства. Узнать стоимость и ознакомиться с подробной информацией можно по ссылке в описании. Всем привет! И я хочу сразу извиниться за свой голос. Дело в том, что в день записи этого видео я резко простудилась и болею по сей день, к сожалению. Как вы уже поняли, сегодня заполняем скетчбук. Видео обещает быть залипательным, продолжительным и, возможно, вдохновит вас на новые идеи для оформления скетчбука. Так что заваривайте себе любимый напиток и доставайте скетчбуки. А еще я думаю, что это видео также подойдет чисто для прослушивания, как подкаст. Так что если у вас нет возможности постоянно смотреть в экран, вы смело можете включить видео на фон. Сейчас вкратце расскажу, что это за челлендж такой и зачем он мне нужен. Начну с подготовки. Я начала челлендж 1 апреля в районе 12 дня. Так, значит, вот тут будет происходить все действие. И на этот раз я подготовилась основательно. Я скачала кучу референсов, я написала список идей. А этот скетчбук самодельный и он уже начат. Вот столько разрисованных страниц в нем. Вот я его начала в 2019 году. Боже мой, какой позор. Вот, и все остальные страницы тут пустые. Время полдвенадцатого. Я рассчитывала, что я сяду за все это дело в 11. Ну да ладно. Сейчас я думаю, что стоило мне начинать все это дело примерно в 6-7 утра. Но ровно первого числа я резко проснулась больной. Насморк горла и прочие симптомы. Я не ожидала такой подставы. Из-за нехватки энергии и навалившихся дел я все делала максимально медленно. У меня не было цели ставить рекорды. Но все-таки хотелось справиться с этим скетчбуком как можно быстрее. Для себя я заготовила материалы. Акварель, акварельные маркеры, акрил, акриловые маркеры, просто маркеры, карандаши простые и цветные, линеры, гуашь, тушь с пером, молния, нитки с иглой, канцелярский нож, ластик и кажется все. Спойлер, я не воспользовалась акрилом и акварелью. Но все остальное активно использовалось. Итак, смысл в том, чтобы за короткий срок, можно сказать в один заход, заполнить целый скетчбук. Временные рамки, наверное, не более 24 часов. Ограничений в плане материалов и темы рисунка нет. Важно было отследить, сколько именно часов было затрачено на заполнение скетчбука. Конечно, в расчет не идет время отдыха, только время активной работы. И чтобы получилось максимально быстро, я должна была в течение дня заниматься только рисованием, прерываясь только на еду, отдых, необходимый поиск референсов и новых идей. Думаю, если вы решите повторить челлендж, вы легко можете подкорректировать правила для себя, чтобы вам было комфортнее. Для чего мне понадобился данный челлендж? У меня нет артблока, зажимов и творческого кризиса. Я и так очень много рисую для себя и по работе. Мой канал не строится на обзорах скетчбука и мне как будто нет смысла их заполнять в короткий срок. Единственное, что меня беспокоило последнее время, это рисование на автомате. Наверное, это специфика диджитал рисунка. Не нужно ничего готовить, особым образом настраиваться, просто берешь и рисуешь то, что запланировал. Будто рисование перестало быть магией, а превратилось в работу и ежедневную рутину. Мне захотелось вывести себя из зоны комфорта и слегка взбодрить, вдохновить и творчески наполнить, так сказать. Плюс, я очень люблю рисовать в скетчбуке, снимать и смотреть на них обзоры, просто просматривать скетчбук самой, листая страницы. Это же целая эстетика. И как назло, последние года у меня огромные проблемы с рисованием именно в скетчбуках. Началось это давно, но обострилось с момента, как я поступила на живописца. У меня тупо не было времени и я рисовала все для учебы. От родишки я уставала быстро и рисовала для себя только в дидже. Рисование на планшете стало моей отдушиной от учебной рутины. И в конце концов, моя привычка заполнять скетчбук просто испарилась. Я возвращалась к нему раз в три месяца, резко вспоминая, что у меня где-то лежит незаполненный скетчбук с какого-нибудь 2019 года. Собственно, именно такой скетчбук я и взяла для челленджа. Это самодельный скетчбук, который мне когда-то подарили. У меня не доходили до него руки из-за специфичных кофейных страниц. Бумага в этом скетчбуке тонкая и тонированная довольно неравномерно. Эффект интересный, но на пару раз. Бумага ограничивает в использованных материалах, цветах и сюжетах. Во время подготовки к челленджу я заготовила белые плотные листы, чтобы в процессе подклеивать их в скетчбук и миксовать бумагу. Я точно знала, что кофейные страницы меня быстро утомят. Мне надоела кофейная бумага, это странно. Видите, какая она специфическая. И я приклеила обычную белую бумагу А4. Не знаю, буду я ее подрезать или нет. Наверное, нет, пусть торчит. Зато у меня появилось теперь наконец-то белое полотно. Я основательно подготовилась к челленджу. Накачала рефы, записала идеи. Даже нашла генераторы идей для художников, которым так и не воспользовалась, кстати. Вначале я очень медленно раскачивалась. Рука не чувствовала свободы, у меня разбегались глаза, глядя на материалы. Не знала, за что хвататься в первую очередь. Оказалось, что тушь довольно долго сохнет и это замедляет процесс. Потом оказалось, что акриловые маркеры сохнут еще дольше. Особенно, когда это был уже третий слой. Когда до меня это дошло, после первых же двух рисунков, я уже реже использовала эти материалы. Тут еще была тонкая грань между скоростью и качеством работы. На самом деле можно заполнить скетчбук и за час. Но сами понимаете, что там будут за рисунки. Поэтому я пыталась выдержать эту золотую середину. И слишком сильно не упарываться рисую один арт 5 часов. Ну и совсем минимализм не уходить тоже. В общем, работа двигается максимально медленно. Я начала в 11.50. Сейчас в 14.50. То есть за 3 часа я сделала вот это. Вот это что-то странное. Какие-то набросочки и дану. И это за целых 3 часа. Я думаю, мне нужно как-то ускоряться. Показываю время. Походу я буду сидеть до ночи. Еще одна причина, по которой я очень долго и медленно все делала. Кроется в съемке. Если чем-то заниматься и параллельно это снимать. Процесс непременно растянется почти в 2 раза. Как бы удобно не стоял штатив и свет. Все равно приходится отвлекаться на это. Я уже молчу о том, что рисовать, выглядывая из-под телефона. А то еще удовольствие. Так что возможно, если вы решите провести этот челлендж для себя. Вы справитесь намного быстрее, чем я. Ребят, на Бусти вышло эксклюзивное видео про анатомию женской груди. Поговорим о том, как сделать грудь максимально объемной и реалистичной. Молочная железа, если можно так сказать, буквально лежит на грудных мышцах. Еще на положение груди сильно влияет ширина грудной клетки. Теперь можно сделать форму еще мягче. А основание груди вытянут. Максимум объема будет внизу. Это простая физика. Рассмотрим банальный пример. Девушка задрала руку вверх. Что произойдет? Грудь очень мягкая и эластичная, если она не силиконовая. Еще такой момент. Возможно, уже на этой минуте вы заметили, что я слегка избегаю левой стороны скетчбука. Хочу сразу оговорить это. Я не халтурю и не ускоряю себе процесс, нарочно пропуская вторую сторону страницы. Пропуск левой страницы на некоторых разворотах имеет несколько причин. Первая причина опять в пресловутой съемке. Весь мой свет и штативы стояли с левой стороны, чтобы снимать и освещать мою правую руку. Поэтому рисуя на левой стороне, мне автоматически становилось более неудобно. Ибо нужно просто все двигать, переставлять и принимать неудобную позу руки. Вторая причина кроется в бумаге. Как я уже упомянула, она довольно тонкая. И так как на листе с другой стороны уже имелось изображение, оно часто просвечивало местами или оставляло следы от нажима. Я пыталась пользоваться благами полного разворота в тех случаях, когда подклеивала белый плотный лист. Надеюсь, я убедила большую часть и на меня не польются побои, какая я подлая, что не закрасила каждый миллиметр скетчбука. Еще очень жду комменты про то, что скетчбук уже был начат и несколько страниц на нем уже были заполнены. Пока рисовала, словила флешбеки с моих челленджей 24 часа. Кстати, кто не видел, оставлю ссылки в описании. Там я тоже рисовала на протяжении большого количества часов, отвлекаясь только на физиологические нужды. Не считая сна, конечно же. Но это здорово так выпивает из колеи, в хорошем смысле. Во-первых, ты довольно эффективен и продуктивен. Можно много всего успеть за это время и сделать то, что давно откладывал. Во-вторых, приходит много идей, которые мгновенно воплощаются в жизнь и не сталкиваются о рутинные дела. И отговорки из серии, что сейчас это не приоритетно. Так и тут. Также мне очень захотелось разнообразить процесс не только рисунками, но и всякими декоративными штучками. Например, я создала вот такую паутину. В процессе я слегка запуталась, но кажется, этого не видно. Мне показалось, это очень прикольная идея для скетчбука, так как паутина просвечивает следующий рисунок. Моей первоначальной задачей было погрузиться в процесс, отвлечься, получить удовольствие от рисования реальными материалами, наполниться новыми идеями в конце концов. Заметила за собой такую особенность, что какие-то новые идеи, наброски, всяческие концепты мне удобнее рисовать традиционным способом. Не могу объяснить, с чем это связано. Как будто мозг работает иначе, когда рисуешь на бумаге. Напишите у кого так же. Время 7 часов вечером. Я рисую уже 8 часов. И за 8 часов я посчитала, я нарисовала 11 страниц. Разрисовала. Спасибо, что хоть не одна страница в час. Бардак. Если честно, очень устала рука из-за того, что приходится вытягивать ее. Как у меня тут штатив, как бы лампа передо мной, просто куча всего, и я не могу рисовать в удобном мне положении. Я думаю, что я 100% продержусь до 12, но страниц у меня тут осталось еще много. Вот сколько еще страниц. Дофига. В процессе мне реально удавалось погрузиться в рисование. Это какая-то медитация и абсолютная терапия от всех тревог. В такие моменты я понимаю, как сильно я связана с рисованием. Как сильно оно важно для меня. В рутине однообразных будникней как-то забываешь обращать внимание на мелочи, на ощущения, которые вызывают у тебя любимые занятия. Моментами я рисовала с чувством, будто не делала этого очень давно. Хотя сижу, рисую уже какой-нибудь 15-й час. Это неописуемое чувство. Будто в потоке. Ничего в этот момент не важно. Ни еда, ни вода, ни сон, ни шумы вокруг. Конечно, в таком волшебном состоянии я находилась не все время. Оно проскальзывало временами. Еще я, конечно, ловила жуткую усталость, опустошенность. К счастью, это было недолго, и мне помогало отвлечься минут на 20. Полежать, выпить чего-нибудь бодрящего. И я снова была готова оказаться в потоке рисунка. Меня слегка штормило, и мое состояние быстро менялось в процессе. К счастью, большую часть времени я находилась в нормальном состоянии. Просто сравнивала ощущения от челленджа 24 часа, и там, конечно, в плане состояния вообще была жуть. Ощущение, что сейчас я такое не вывезу. И еще раз убеждаюсь, как важен своевременный, качественный отдых. Времечко 9 часов вечера. У меня открылось какое-то второе дыхание внезапно. Вот так выглядят две мои последние работы. И я посчитала до конца скетчбука около 30 страниц. Я разрисовала, по-моему, 16 страниц. Ну, да. То есть, чтобы мне все успеть, мне надо сидеть, наверное, до утра. Следующего, ну, я, естественно, не буду так издеваться над своим организмом. Тем более, что я болею и чувствую себя не то, чтобы прям супер круто. Так что я думаю, что сегодня еще успею разрисовать около пяти страниц. И если у меня не откроется еще какое-то третье дыхание, то, скорее всего, после этого я просто пойду спать и продолжу уже завтра. Я пыталась совмещать приятное с полезным. Как вы можете заметить, я довольно много рисую Дану в этом челлендже. Это не случайно. Я тренировала новую стилизацию для нее. Я решила, что Дане срочно нужна ее чиби-версия. Предыдущая меня не сильно устраивала, и я подобрала для нее другой тип стилизации. Так как для меня он был новым, я пыталась тренировать его, рисуя новое тело в разных позах и разными материалами. Артов оказалось очень много, как и видеоматериала. Процессы многих артов не уместились в этот ролик. Все не вошедшие спидпейнты я опубликую на Бусти в свободном доступе. Ссылка на Бусти в описании. Еще я рисовала много концептов для будущего мерча. Наброски для значков с Даной, наброски закладок в виде растянутой Даны и всякие концепты для будущих берлоков. В том числе для этого мне понадобилось подобрать удачную стилизацию для чиби-Даны. Время 12. Это моя последняя работа. Я тут вспомнила свое академическое прошлое. В общем, на этой ноте я на сегодня закончу и завтра днем продолжим. У меня осталось где-то 23 или 24 страницы. В принципе, не так уж и много. Итак, у нас следующий день. 2 апреля. Пол первого. И вот так вот выглядит мое рабочее место. Я продолжу и сегодня 100% я заполню этот скетчбук. Правда, не знаю, сколько у меня времени это займет, но я его заполню. Хочу вот несколько страниц оформить со стикерами. Это у меня из блокнота Наруда. А это уже мои стикеры на тему моей колоды карт. Вот. Кто еще не приобрел, ссылочка в описании. В общем, я хочу что-нибудь намутиться этими персами. И, может быть, скомпоновать какой-нибудь новый стикер-пак. Например, стикер-пак, который чисто посвящен Буби. Вот этим вот ребяткам. Или стикер-пак, который чисто посвящен кресте вот этим вот ребяткам. Ну и все такое. Короче, посмотрим. И да, как вы уже поняли, мой челлендж разделился на 2 дня. Будь я более физически подготовлена, я бы просидела до последнего. И закончила бы скетчбук где-нибудь в районе 7 утра при хорошем раскладе. Но мое состояние оставляло желать лучшего. Я приняла решение полноценно поспать и не мучить свой организм. Тем более, я не планировала придерживаться определенного количества часов без сна. Как в челлендже 24 часа. На следующий день я села за работу в час дня. Я выспалась, успела сделать необходимые дела и настроиться на работу. И отчет времени продолжился вновь. Несмотря на то, что краски и маркеры сохли долго, я все равно их использовала. Потому что очень быстро понимала, что на бледных скетчах далеко не уедешь. Плюс эта коричневая бумага навевала тоску. Еще я заметила, что буквально исцелялась цветом. Каждый законченный цветной арт давал мне новую порцию сил и вдохновения. Из креативных идей я буквально сделала бумажный карман или косметичку прямо в скетчбуке. У себя в закромах я нашла несколько молний и выбрала самую подходящую. Небольшую коричневого цвета. Я укоротила ее, затем взяла и белыми нитками просто пришила к двум страницам, заранее задекорированные листиками. Потом я подшила страницы по бокам и кармашек на замке готов. Там можно хранить всякую мелочь, стикеры, карточки, маленькие рисунки или памятные вещи. Я подсмотрела эту идею в Пинтерест и вот так выглядела вдохновляющая меня картинка. В процессе заполнения, когда я подбиралась к концу скетчбука, была обнаружена рваная страница. Я решила выкрутиться из ситуации, превратив ее в часть задумки. Я просто нарисовала на проглядывающем куске следующей страницы фурьку, который тесно уместился в этом кусочке, сложив руки на себя и ноги согнув колени. Мне кажется, вышло мило. В целом, я получила от челленджа то, что хотела. И это не просто заполнение скетчбука, это намного больше. Я реально вдохновилась и наполнилась. Казалось бы, я должна была сильно устать и опустошиться творчески, но произошло ровно наоборот. Когда мне оставалось заполнить последние пару страниц, я была готова рисовать еще и еще. Было довольно тяжело остановиться и успокоиться, прекратив этот поток творческих мыслей. Что-то я сегодня крайне редко подключалась. Время уже полдевятого. Вот так выглядит моя последняя работа. И, короче, пять страниц мне осталось. Вот столечко. Но выглядит не так много. Сегодня я сделала достаточно много, как мне кажется. Но, если честно, я думала, что я уже в шесть часов буду свободна. А сейчас уже полдевятого. В общем, надо добить эти пять страниц. И можно считать, что я успешно справилась с этим челленджем. Я с уверенностью могу порекомендовать этот челлендж всем, кто в тупике. Берете скетчбук, качайте рефы, готовите любимые художественные материалы. И пусть весь мир подождет. Ну, а на этом, пожалуй, все. Думаю, скоро вас ждет обзор на скетчбук. Может, даже не один. Огромное спасибо за просмотр. Всем вдохновение и пока! Ура, товарищи! Время 10 часов, и я закончила. Я закончила, я разрисовала так. Я разрисовала последнюю страницу. Решила, что на последней странице будет дано. С таким вот выражением морды интересным. Я пока не знаю, сколько у меня ушло часов. Мне кажется, что около 20 часов. Но я еще пересчитаю и где-нибудь вот тут вот напишу. Ну и в названии ролика, я думаю, тоже будет эта цифра фигурировать. В общем, спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Вы самые терпеливые. Огромное спасибо за просмотр. Всем вдохновение и пока! Субтитры сделал DimaTorzok